так 30 сентября ой тут будет видео с попугайчиками перед вот этим ответом и будет понятно где мы были мы заезжали в релакс каждый раз когда у меня пропадает творческий настрой или когда в какую-то депрессию начинают скатываться меня только в контактный алиазо парк отвезти жалко конечно их всех но сейчас где мы были в прадис парке их не жалко не ухожены чистенькие такие накормленные привиты написано и они такие все радужные животные не измучены да и ко всем можно зайти в клетку и аккуратненько потрогать и они сами липнут причем они же не разбегаются от тебя да как в наших контактах чтобы разблазить и наших контактах зоопарка они действительно какие-то замученных сидеть их тиск когда здесь не было детей и были взрослые и ты клетку заходишь и все побугай на тебе это классно и пробу тапки прокусили ночью не будет видим снимешь и как с короткой такой релакс надо так еще раз 30 сентября два с половиной года софья нам пишет судя по почте или сейчас опять окажется что это это же вот все хорошо доброе утро юлия здравствуйте софья очень интересный полезный канал много для себя подчеркнул из других видео но все-таки есть у меня один вопрос касаемо моей дочери давайте ей два с половиной года самого начала была довольно крикливая сильно мучили колики потом стало легче развивалась согласно возрасту с двух с половиной лет начала ходить к неврологам из-за сильных истерик истерика по многу раз на дню одеваемся истерика выходим на улицу истерик уходим с площадки истерика приходим домой истерика развивать раздеваемся опять истерика от соски никак не можем отлучить если забыли соску на улице все пиши пропал ну потому что эмоциональная возбудимая до нервной системе такой психотип легко возбудимый они раз системе нужно успокаиваться понятного на соски все пока логично так забыли на забыли соску на улице все пиши пропала в коляску не сядет если удастся усадить будет орать выгибаться выпрыгивать предлагаешь идти пешком все садится вырывает руку кричит если и идет то обычным бегом на другую сторону или на дорогу выбегает с площадки причем именно улыбайся с радостным крика побежала догоняла не убегай побежала догоняла не убегай говорит неплохо в два года было около ста слов ног 2 и 4 уже стала говорить фразами запоминать стихи песенки делали эгэ узи шеи головы по эгэ все хорошо пусть и одна часть мозга который отвечает за эмоции меньше кровоток и меньше на 33 процента прописали сначала пили курс эдас 360 плюс фенибут потом прописали пантагам вместо фенибута и магний b6 пантагам вообще не пошел с ней вообще стало невозможно главный вопрос как уговорить не бежать на дорогу ходить за руку и как убрать соску девчонки вот и мальчишки все которые и бабушки и дедушки все которые вы напишите но я по норме я же посоветовать когда ребенок норма все что угодно вам посовет но когда у ребенка не норма в голове когда отделы мозга развиваются не в норме и когда видите на поведение сказываются вообще никак ничего не могу сказать когда люди дети не норма их сразу к нейропсихологу на диагностику есть что-то выявляется по диагностике на эту же коррекцию что вылезла диагностики то будем и корректировать главный вопрос как уговорить не бежать на дорогу я знаю как обычно у ребенка уговорить и не бежать на дорогу и ходить за руку и как убрать соску но ведь вредно же ребенку орать три дня она там ходит и просит дай пожалуйста сосу дай дай пожалуйста а потом в истерику спасибо так значит всем легко возбудимым всем эмоционально повышенным фоном всем сосать соску долго пока это это о чем говорит истерики все наши скандалы неуравновешенности когда мы по чрезмерно плаксивы когда нервная система наша не дозрела не здорово не сформировалась не 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 она дает сбои все все в нашем организме за все в нашем организме чает нервная система и за проводимость и за сбои и за проводники из-за нервной конечно непонятно то есть она все и мышцами владеет и настроением и к органам к тем или иным она имеет доступ до дергает ну в общем когда этот отдел в норме то все хорошо то еще и весь организм работает хорошо если нервная система не высыпается и и нервирует она не дозрела она орала больше чем положено она вся вот такая вот она тянута как струна и поэтому как в том или ином случае сработает на нервную систему вообще никто не значит не знает это надо даже советовать ничего не буду потому что нужно советчику знать очень хорошо эту семью знать очень хорошо этого ребенка его особенности где брыкнет где с ним можно поговорить где вообще откликнется тогда только что-то рекомендовать единственная будет рекомендация соску не убирать вообще потому что сейчас у нервной системы забрать соску а то вообще не сможет оттормаживаться она будет вообще истерить 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 сосание нужно ей то чтобы дозреть до трех сосить и до четырех что такое пока это показаны неврологом не разберетесь как справиться как вы сказали что отдел мозг который отвечает за эмоцию получает мало кислорода пока вот это дело не исправить и не вылечите а вылечите и увидеть сразу в поведении тогда можно будет что-то соска делать единственное что посоветовала вот эта рекомендация к норме которые к детям относятся может быть и вам поможет значит потише голосом говорить помедленнее говорить спокойные игры никакого телевизора мне кажется тоже много раз это говорила с ней быть в контакте этого человека гладить все время что-то на ушко рассказывать за руку держать не дергать по пустякам это 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 вот это это этого ребенка объяснять показывает целовать гладите телесные контакты и мир вокруг этого человека должен быть спокойным и еще чтобы отличать эмоции я уж тоже неоднократно говорила сверх эмоциональных это загружать лоб и левое полушарие а его загружать мыслительной деятельностью как только у вас ребенок не краски вы ему дали мультики танцы стишки и песни а далее головоломку пазл какую-то загадку подумать 4 лишний из ключи что там сгруппируй все с классифицира выдели что-нибудь это все на лоб и на лево полушария тут задание и все и как только активируется лоб и лево полушария правое берется под контроль и успокаивается когда вы с истеричкой начинаете логично говорить и рассуждать что-то даже со взрослыми это наверняка знаете подожди давай подумаем давай разберемся сразу же это это тело успокаивается правильно думать начинает успокаивать вот ну и понятное дело не мультфильмы не за два часа до сна ночного никаких прыганий в визжание папа с работы пришел до потолка кидает вместе спать тяжелое одеяло это может быть травках каких-то купаться но это все такое поверхностное то это вообще должен невролог как этот урегулировать вот это вот дело все вот это вот оттормаживание научить нервы с тема торможатся а когда все это пройдете и у вас все нормализуется да только соска разбираться софья 30 сентября не ходит за руку до всех пор соска соску оставляем с рукой боремся подожди подожди давайте я подержу смотри что я тебе сейчас покажу где-то на руках отнести ночью не орать что то почему не слушаешься вообще не дяешь мне руку то вижу такая вредная это конечно исключите только смотри смотри какая бабочка полетела и пока вы бабочкой зубы заговариваете делайте свои дела там за руку держите дорогу переходите так далее поспокойнее с этим ребенком и само если вы тоже у вас эмоциональная фоль зашкаливает что удивляться на ребенка самой тоже поспокойнее тише говорить медленнее говорить вот такой еще раз 30 сентября сонет вас плана года не ходит за руку до сих пор соской ответили